Всем привет, всем доброго дня! Наконец-то я вышла на улицу и куда-то собираюсь. Сидела все дни дома практически. Ходила только по району по-своему. Что-то совсем прям неохота было в такую жару, никуда ходить. Сегодня вышла, потому что надо ехать на маникюр делать. Новый маникюр я вышла. Сегодня утром было пасмурно. Сейчас солнце, солнечная погода хорошая, теплая. Всем привет! Это я отстригла челку в очередной раз. Опять меня все раздражало. Это челка, не поймешь как. И я подумала, не-не-не, отстригу челку, пускай будет с челкой пока. А там дальше видно будет. Не могу я отрастить челку никак. Так, оделась сегодня в сарафан черный. Такие ботиночки кожаные. Это кожа натуральная. Я покупала в Турции. Ну и сарафан, который вот сверху надела рубашку. Сейчас не стала подвязывать. Хотя на днях ходила, подвязывала рубашку. Сейчас не стала подвязывать. Думаю, так накину. Вот. Так что еду на ногти. Потом покажу, что я буду делать. Потом покажу вам, какие ногти я... Хотя еще даже не придумала, но сейчас там подумаю. Скорее всего, буду делать френч. Френч какой-нибудь ярко-розовый и белый. Ну, и с белым френч. Такой. Вот. Так что пишите, как я вам с челкой или без челки. Не знаю. Ну, с волосами творится черт-чего. Они не лежат. Они какие-то все то леженные, переженные, то ли что. Я вообще не знаю. Не нравится мне, как у меня лежат волосы. Сегодня даже вот здесь вот немножечко стригла. Сама как бы филировала. Не стригла, филировала. Ладно, все, а то я опоздаю. Еду. Машинка чистенькая. Я ее на комплексную мойку отдавала. Потому что я три месяца возила Веню. И у меня, конечно, здесь было волос. Куча всего. Вот. И комплексная мойка. 900, ну, грубо говоря, 1000 рублей стоит комплексная мойка. Вот. Отдала. Так что теперь хотя бы чистенько все. Салон чистый. Все пропылесосили везде. Почистили. Хорошо. Так что сейчас еду. 8 числа записала с Веней к врачу. Буду делать ему с ним. Смотреть, что у него. Там есть какие-нибудь улучшения. Срастается ли кость или как. Что. Вот. И дальше операцию я, наверное, скорее всего, не буду ему делать. Я уже с маникюра еду. И решила поехать прогуляться вокруг озера. Венечку с собой не беру. Ну, хотя, в принципе, уже можно его брать. Он потихонечку бегает. И так с передышками можно. Ну, единственное, что ему плавать нельзя. Он полезет в воду. Вот что. И вода уже как бы холодная. Скорее всего. Вот. Вот. Так, въезжаем уже в парк Лосиный остров. Это у нас заповедная зона. Вот такая красота. Здесь к озеру хочу прогуляться. Сделаю кружочек. Ну, а вот здесь вот сейчас припаркуюсь. Ой, красота какая. Какая красота. В общем, прогуляемся. Кстати, хорошо, что я надела рубашку. Потому что взяла с собой. Потому что холодно, если честно. Прям прохладно-прохладно. Даже рубашку, может быть, надо застегнуть, я думаю. Вот. Надеть еще, может быть, очки от солнца. Вот так. Такая фифа. Такая фифа. Рубашку застегнуть. А я 8-го числа, 8-го сентября. Мы с Венечкой идем к врачу. Мы записались на контрольный снимок. И будем уже думать, что нам делать. Что врач нам скажет. Раньше у меня была вот такая собака. Только это Бигль. А у меня была эстонская гончая. У нее выше лапы. Вот. Он меня 13 лет прожил. О, работает. Сейчас кофейку надо взять. Кафе. В общем, 8-го числа мы идем к врачу на контрольный снимок. И будем спрашивать, что, как, чего. Какие у нас дальше планы. И я от этих планов буду уже думать про свой отпуск. Куда мне поехать. И как мне дальше быть. Наконец-то, под конец лета, травку покосили. Когда люди загорали, здесь были заросли. Утки плывут. О, лавочки есть свободно. Можно посидеть. Вот она поплыла, красавица. Красавица. Ой, а это здесь-то я прошла их сколько. Сидят. Греются на солнышке. Видите. На солнышке греются хорошенькие. Так хочется их потискать. На ручках подержать. Так, ладно, пойдем посмотрим, что там построили. А я еще такая голодная. Я сейчас приду и буду делать заказ в перекрестке. Хочу еще смузи сделать из манго. Посмотрела, что там манго египетский. Хвалят все. Буду заказывать. Вот. Ага, теннисные столы поставили. Так. Здесь площадку с песочком сделали. Классно, из гранита. Такие столы. С удовольствием бы с кем-нибудь поиграла. Два стола. А здесь сетку еще натянут. И песок, и волейбол. Здесь и была волейбольная площадка раньше. Если, конечно, скворечник так высоко, как туда нужно будет лазить по дереву, надо будет залезть, чтобы положить туда корм птичкам. Он очень высоко висит. На цепочке еще на такой. Господи. Как хорошо на природе. Просто потрясающе. Шикарное место. Видите, как красиво. По поводу переезда моего, друзья, пока я вам уже говорила, не раньше весны. Сейчас другие планы совершенно. Вот сейчас много планов разных. И поэтому по весне где-то тогда уже буду пытаться переехать. Скорее всего так. У нас же здесь Лосиный остров. И это заповедная зона. И сюда прям спускаются лоси. Там, я не знаю, лис, еще кто-то плывет. Ничего себе. Еще плавают люди. Сейчас переверну. Наверное, смогу покажу. Почему я знаю, что они сюда спускаются? Потому что часто здесь можно наблюдать прям возле воды. Я вот стою возле воды. Какашки там лосины, либо там каких-то, в общем, зверей. Вот. И здесь у нас жидности. О, сколько. Так. Где там заплыв делает человек? Вот. Плывет. Еще купальный сезон не закрыли. Хотела сейчас там взять кофе, но не взяла. Почему? Объясню. Потому что я прочитала, что... Не прочитала, а смотрела какой-то видос. Там парень рассказывал, что кофейные аппараты многие вообще редко очень моют. И лучше из них не брать. Потому что там столько меклов, столько грязи. Говорят, вот эти трубки не промывать там постоянно, то это просто капец. А вот эти аппараты, которые везде стоят, навряд ли они их там моют хорошо. Поэтому 10 раз подумайте, когда будете брать из больших кофейных аппаратов кофе и какао, там не важно. Вот 10 раз подумайте. Потому что там, говорят, просто рассадник, если их не моют. А их моют редко как раз таки. Ну, здесь вот у мужчины тоже небольшой кофейный аппарат был сейчас. Но тоже он такой... Не думаю, что он его часто моет. И, наверное, там тоже уже все плесень. Вспомнила этот видос, который я смотрела. И мне кофе перехотелся. Думаю, ладно, не буду. Дома лучше попью. Вот мы подходим как раз ко второй части озера. Здесь вот мост. Вот мостик. Утки летят, утки летят. Вот. Здесь построили уже детский городок. Классный. Молодцы. Здесь раньше как раз таки был детский... Ну, детский тоже городок. Качельки, все такое. И пляж. Огороженный. Детский такой, как... Детский бассейн как бы огороженный. Такой был, чтобы для детишек. Тут мелко было. И тут детишки купались. Красота. Только покрытие что-то тут мне еще не сделали, видимо. Покрытие. Всякие батутики. Классно. Молодцы, молодцы. Потому что здесь территория шикарная. Вообще парк шикарный. О, паутины какие. А там раньше были лежаки. А сейчас там, по-моему, тренажеры сделали. Сейчас тоже посмотрим. О, купаются. Девочки купаются. Да вы обалдели. Ничего себе. Что, водичка холодная? Водичка холодная, конечно. Мы сейчас плавляем. Ну, сколько градусов примерно, интересно? Сколько градусов. А, ну 20, это ничего. 20, это ничего еще. Ой, ну хорошо. Молодцы, молодцы. Классно. Молодцы, молодцы. Ну, ну, знаете как. Класс. Тренажерчики хорошие. Все, руки, ноги, пресс. Все, можно подкачать. Я всегда хотела, чтобы у нас во дворе такой тренажер был. Но у нас не сделали. Ну, теперь сделали здесь. Ну, девчонки все уже занимаются. А, и здесь площадка футбольная, футбольно-баскетбольная. Круто, молодцы. В следующем сезоне здесь поставят лежаки. 100% здесь поставят лежаки. А если они собираются ставить лежаки, здесь, кстати, кафе было раньше, то они и почистят озеро. 100% к следующему году. Наверняка они этим займутся. Посмотрите, сколько много плавает. Целый косяк. И они прям вот оттуда идут. И вот так вот туда. Много-много-много. Вот такие маленькие. Не знаю, что это за рыбки. Ну, их прям вообще очень много. Друзья, ну, я уже дома нагулялась. Встретила свою подписчицу там, когда гуляла Светлану. Я уже давно с ней познакомилась. Она живет здесь у нас, в нашем районе. И как-то, когда мы вместе были с Сашей, она к нам как раз подошла с сыном. Мы с ней познакомились. И я ее уже не первый раз встречаю у себя в районе. Мы всегда общаемся. И сейчас на пруду гуляла. И она как раз на велосипеде туда приехала. Тоже прогуливалась. Она после работы. Она на работу ездит на велосипеде. Ну, потому что она здесь в Балашихе работает. Вот. И ездит на велосипеде. Представляете, какая молодец. Вот. Вот. А я пришла голодная. Еще нагулял аппетит. Сейчас хочу еще заказать кое-что из Перекрестка. И покажу вам, что буду заказывать в Перекрестке, девочки. Девочки, в Перекрестке более 35 тысяч наименований. Поэтому вы всегда сможете подобрать себе нужный товар. Там всегда качественно. Все свежее. Все вкусное. Это уже проверено. Сколько раз мне привозили. Всегда все просто отменно. Может быть, там чуть подороже, чем в пятерочке. Но качество товара соответствует. Девочки, как всегда, я вам оставляю здесь QR-код. И под видео оставляю вам ссылочку на Перекресток. Вы можете пройти по этой ссылке или по QR-коду и скачать данное приложение Перекресток. Промо-коду москвичка20 у вас еще будет 20% на первый заказ из магазина доставка Перекресток. Так, друзья. Я, как всегда, открываю Перекресток. И у меня 570 баллов. Это 57 рублей. Я уже начала делать заказ в Перекрестке, девчонки. Заказываю манго из Египта. Все хвалят. Говорят, очень сладкий, спелый манго. Буду заказывать манго. Это цена за килограмм. 259 рублей. Вот. Я буду, конечно, не килограмм заказывать, а меньше. Ой, удалила его случайно. Сейчас. Все, вернем, вернем. Так, манго. Корзина. Хочу заказать, вот, мне очень нравится Шеф Перекресток. Вот он, Шеф Перекресток. Они очень вкусно готовят. И смотрю, у них появился мусс из манки с рикоттой и клюквой. Это очень вкусно. Но я буду заказывать геркулесовую кашу. Геркулесовую кашу закажу. Мне тоже очень нравится. И раньше, когда я утром приезжала, ездила на работу, я постоянно... Так, ой, что-то я не то сделала. Я уже ее внесла. Я обязательно покупала утром кашу, девчонки. Как раз из Шеф Перекрестка. Очень вкусно у них все. Я еще какао заказываю тоже. Вот, а в этом Шеф Перекрестке, девочки, очень вкусно. Я иногда заказываю отсюда готовую еду. И часто брала на работу с собой. Вот, кто не хочет готовить, кому лень. Или кто на работу хочет заказать, не бойтесь. И Шеф Перекрестка заказывайте. Всегда все свежее. И очень большой разнообразный ассортимент. Ассортимент и салат. Вот, пожалуйста, мясной с ветчиной, с копченой курочкой. В общем, много салатов, супы есть разная. Борщ, пожалуйста, есть. Есть даже, знаете, том-ям у них 359 рублей. 370 грамм. Это очень большая порция. Суп норвежский есть даже. Вот этот со сливками. Такой вкусный. И с красной рыбой. Это очень вкусно. Люблю такой суп. Тоже раньше готовила. Что-то я про него забыла. Тоже. Вот супы и вторые блюда. Вот суп пюре из тыквы. Вторые блюда тоже классные. Но я сейчас, в общем, буду делать, девочки, заказ. И потом получим, и я вам все покажу. Так, друзья, ну я уже получила с перекрестка продукты. Сейчас буду показывать вам, что я заказала. В итоге, ну, в общем, я разошлась с голодухи, заказала кучу всего. Так, во-первых, я заказала драконий фрукт. Вот такой вот купила. Все-таки я по-экзотски ударилась. Так, я заказала два манго. Взяла египетские, девочки. Так, у меня манго вышло на 204 рубля. Две штуки. То есть, по-моему, две манго. Мягкие, хорошие манго. Прямо обалденные. Прямо мягкие, мягкие. Хорошие прям привезли. Супер, смотрите. И второе точно такое же. Мягкое, сочное. Хочу сделать, знаете, смузи из манго. Так, потом я заказала ядовная лукошка. Потом сыр заказала. Радость вкуса, видите, называется. Не знаю, я такой никогда не пробовала. Сыр. Так, потом у меня профитроли. Вот такие. Дальше у меня сыр жесткий, типа пармезан. Только это экс-блессиор какой-то. Я не знаю. В общем, какой-то такой сыр. На 274 рубля. Вот такой вот маленький кусочек. Здесь 196 грамм. Вот. Но это я хочу с макаронами потереть. И, может быть, я еще хочу... Вот я купила такие большие грибы. Хочу убрать здесь серединку и запечь там с какой-нибудь начинкой. Подумаю, с чем. Вот. Ну и, соответственно, сверху сыр. Вот. Специально выбрала крупные грибы. Ну, там крупные такие были. Это на 105 рублей я слышала. Дальше. Шеф-перекрестка. Я заказала кашу в итоге. Геркулес, яблок, мед, беретский, орех. Вот. Я ее часто очень брала. Мне она очень-очень нравится. Очень вкусная кашка. От шеф-перекрестка советую. У них вообще каши вкусные. Сырники и вообще продукция. Потом еще ягодная лукошка вот такой с черникой. Ну, это пусть будет. Всегда, знаете, иногда сладкого всегда хочется. А маленький вот такой батончик хлебушка взяла нарезной. Вот прям полюбка. Полюбка. Так, это еще не все. Вторая. Супер. Здесь у меня персики. Посмотрите, какие персики, девчонки. Какая прелесть. Боже мой. Крупные, хорошие персики. Ну, я думаю, вот это точно еще полежит. Этот, в принципе, можно есть. В общем, красивые-красивые вот такие вот персики. Вот показала. В перекрестке, я вам говорю, очень хороший выбор. Фрукты, пушь, вообще просто. А вообще огромный выбор всего. Например, в других магазинах я не видела вот такое. Смотрите, я купила. Лонгониза. Вот такая вот колбаска. Это сыровяленая. Мясное колбасное изделие. Бабаса сыровяленая, сухая. Вот такая вот колбаска. Думаю, что будет вкусно. Потом купила черный кабан буженина. Свеженькая, хорошая буженинка. Вкусная. Пятерочки в магните, вы такого не найдете, конечно. Потом, вообще, перекрестка, девочки. Я еще взяла себе, уберем сейчас в морозилку. Вот такой осетинский пирог с картофелем и сыром. Давайте сейчас открою его, посмотрим. Открыла. 150 кг, 11 белка, жиры 20, углеводы 73. Вот такой вот небольшой пирог. Вот, выглядит очень аппетитно. Хорошенький. Вот такой пирог. И потом, когда нужно будет, я его достану и съем. Или съем вот кем-нибудь. Дальше я купила моцарелла. К салатику, помидор. Потом я купила вот такой турецкий какао. Давно не покупала, его увидела. Сейчас он пропадает периодически. Я его сейчас увидела, сразу купила. Потом я купила вот такие вот хорошие макароны, дорогие тоже. Итальянские. Из твердых сартов. Это настоящие итальянские. В общем, классные, вкусные макарошки. Италия. Вот написано Италия. Макарошки. И взяла еще вот такой вот дав. Для всей семьи выгодно. Объятие нежности. Фисташковый крем и магнолия. Вот, какая прелесть. Вот. Гель взяла, потому что я купила как-то гель и не обратила внимания, купила без дозатора. Это очень удобно. С дозатором очень удобно, конечно. Раз нажала, сразу не надо никакие крышечки вам накрывать. Вот, купила крем-гель вот такой для душа. Ну, вот все мои, по-моему, покупки, да. Вот такая у меня была закупочка. Все, вот это у меня вышло, девочки, на 3 745. 3 745 рублей. Я потратила за всю эту вкуснятину. Вот здесь такой. Кто такой здесь лежит, а? Кто такой красавчик тут лежит? Здесь прохладно, скажи, да? Поэтому я здесь и валяюсь так хорошо. Здесь прохладненько, скажи, да, Вень? Очень даже прохладненько. Так, девочки, что хотела вам сказать, показать. Вот этот шампунь для волос очень классный. Мне очень понравился. Он хорошо пенится, хорошо моет волосы. Волосы от него мягкие, обалденные. Ну, тысячу рублей с чем-то стоило, по-моему. Эти тоже неплохие, в принципе, понравилось тоже. Вот эти вот, которые в прошлый раз я тоже покупала. Корейская здесь у меня шампунь и гель для волос. Тоже смягчающий, хороший. Тоже понравился. Так, дальше, девочки, что касается вот этого коллагена синего. Я тогда купила для волос. Это такая ерунда, Эстель. Мне вообще ни о чем. Вообще ни о чем. Я, то есть, им пользовалась. И волосы он не смягчает. Ничего вообще. Я не знаю, что он делает. Но мне не понравился. А вот это, венечка не дает, я у Милы, вот это Милы мне посоветовала. Вот. Я купила. Это, да, смягчает волосы. Вот так надо сначала сделать и брызгать на волосы. После мытья не смывать. Это кондиционер тоже для волос. В общем, у меня тут, видите, сколько всего много наверху. разных. Самые лучшие мне нравятся. Вот. У меня закончилось. И сейчас я буду заказывать новую. Вот это вот. Эликсир для волос. Здесь 12 в 1. Классная штука. Она кремообразная и просто шикарная. Шикарная. Для волос. Это самое мне больше всего нравится. И аромат приятный. И очень становятся мягкие, классные волосы от него. Вот. В общем, Венечка всем передает привет, да, Вень? Всем привет передаешь, сынок? Да? Хвостиком скажет. Тыр-пыр, тыр-пыр, да? Вот так вот хвостиком машет. Отдыхает. Лак красивый. Видите, с блёсточками переливается. Это не гель-лак такой. Красиво очень. Маникюр, как у невесты. Всё, друзья, на этом хочу с вами попрощаться. До новых встреч. Всем пока. Сегодня была в этом сарафанчике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok